Людей с такими машинками на улицах Рязани все больше. Это и понятно, в приоритете пешеходные переходы, тротуары и остановки. Одних лопат здесь будет явно недостаточно, а значит пришло время снегоуборочных мотоблоков. Их уже два десятка. Сегодня коммунальщики стараются работать как часы. Вовремя убирать снег, вовремя его удалять. Вот эти самосвалы в режиме ожидания. Их время вывоза наступит позднее, как стемнеет. Работы продолжались всю ночь, продолжается и по сей день. Значит мы даем 2-3 часа по технологии для работы так называемой реагента, когда реагент вступает в контакт со снегом и начинается его плавление. После этого через 2-3 часа выходят колонны машин на подметание. Две смены у нас, то есть с 7 утра до 19 вечера, с 19 вечера до 7 утра. В каждой смене не менее 25 машин. Остановкам общественного транспорта уделяется особое внимание, так как это большой пассажиропоток. Проводится расчистка, проводится вывоз снега с остановок отдельно. Расчищаются заездные карманы. 50 снегоуборочных машин на улицах Рязани работают ежедневно. Это только та техника, что принадлежит дирекции. Сторонние подрядчики в мощи добавляют еще. Режим работы круглосуточные. В микрорайоне Дягилева сегодня настоящий аврал. На радость автолюбителям расширяют проезжую часть. И это отличный пример взаимодействия властей с частными подрядчиками. В связи с тем, что здесь ездит общественный транспорт и поступает много жалоб жителей о том, что невозможно разъехаться двум машинам, было принято решение попросить подряд организацию о дорожное строительство, о помощи городу. В чем они нам не отказали. И сейчас их техника занимается как раз таки вывозом и расширением проезжей части для беспрепятственного проезда транспорта. Эту работу местная общественность, очевидно, утвердит с радостью. Теперь, как известно, еще и жители оценивают уборку города. От этого напрямую зависит оплата. Так что качественно выполнять задания и не злить рязанцев для подрядчиков залог финансовой стабильности. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания Город.